Привет всем подводным охотникам. Сегодня в видео обзоре, скажем так, очень простая, но в то же время необходимая вещь. Это клапан виноградова. Закроем, чтобы не было белого фона. То есть, просто очень простая, но в то же время важная деталь для подводной охоты. То есть, сама пластиковая трубка, таким образом выпаяна. То есть, пластиковая трубка, прокладка. То есть, ну, такой как бы картонка, но картонка пропитана какой-то жидкостью. То есть, очень похоже. И поплавок. Всё. Это вот очень простой, но в то же время необходимый девайс для подводной охоты. Как он работает? То есть, одеваем его на подводную трубку. То есть, вот, конкретно, ну, так плотно одевается. То есть, я знаю, что есть трубки, которые внутренний диаметр, то есть, не совсем плотно. Ну, здесь вот, в данном случае, повезло, что вот эта вот трубка, она плотно одевается. То есть, одеваем и не плотно. Потому что, если мы плотно оденем, у нас будет закрываться клапан. Соответственно, воздуха будет поступать очень мало. Поэтому, ну, то есть, для того, чтобы, ну, примерно, где-то, чтобы сантиметр был. То есть, вот, как бы, и немного, и немало, но в то же время трубка, клапан в трубке плотно сидит. Вот так вот. То есть, и что мы получаем? То есть, свободно дышим, дышим, но, когда мы идём на погружение, то есть, ныряем, у нас клапан по полу поднимается вверх, то есть, закрывает, и получается, что вода внутрь не попадает в трубки. И это один момент. И второй момент, очень важный, почему ставят этот клапан, это чтобы мусор, то есть, мусор, какой-то тина, камыш небольшой, сюда не сыпался внутрь трубки, потому что бывает часто такой, где-то лазишь вдоль камыша и насыпается сюда. И может попасть в горло, то есть, неприятный момент. Вот так вот.